Всем ассалам алейкум, мира и добра, мои дорогие. Я сегодня решила встретиться с Нарюшей. Мы заранее с ней обговаривали встречу на улицах пробки. Я немножко раньше вышла, сейчас иду пешком. Мы с ней встречаемся в Плазе, потому что ей удобно с детьми. Там игровая, как раз кофейня. Можно спокойно сидеть и смотреть за детьми. Пока Нарюша не уехала, хотим ещё несколько раз с ней встретиться. Увидеться, поболтать, потому что когда она ещё приедет, не знаю. Поэтому надо пользоваться моментом. Тысячи мелочей, девочки. Смотрите, дорогу почти делают. Я вот уже почти подошла к Плазе. Здесь везде перекрыты дороги, поэтому мне пришлось вообще с другой стороны слезть. И вот так дойти, потому что сюда ни такси, ни маршрутка, ни машина. Никто не заезжает. Такие дела, дороги делать, зато вон какие классные дороги. Гладкие, гладкие у нас, альхамдуль. Всем ассалам алейкум. Меня зовут Карина. Я мама двоих детей лингвистов. Домохозяйка и жена начинающего хирурга. К сожалению, в моей жизни недавно произошло горе. Я долго не могла восстановиться. Поэтому решила открыть свой YouTube канал. На своем канале я разговариваю на двух языках, так как я живу в Турции. Показываю свою обычную жизнь, рассказываю о турецких традициях. Также рассказываю, как можно приучить детей, чтобы они не забывали свой язык. Я буду очень рада видеть вас на моем канале. Музыка Нарьюша меня уже там ждет с детьми. Говорит, что детки уже на игровой. Здесь вот что классно прям. Здесь вот мамалах есть. И там вот прямо social pizza. Мы сейчас туда пойдем. То есть там будем сидеть. Нарьюша-то уже там. Это я туда пойду. Кстати, так хочу в кино сходить. У нас вышел один кыргызский фильм. Харандаш называется. Так хочу сходить. Не знаю, куда получится. У меня сейчас все, знаете, так набегу-набегу перед школой. Наверное, у всех так, да, девочки, сейчас? Вон она, Нарьюша. С сыночком своим. С сыночками. То есть такие сладкие они у нее. Вживую, наконец-то, их увидела. В прошлый раз, когда мы с Нарьюшей встречались, мы тоже ели сырники. В этот раз тоже решили их заказать. Они очень вкусные. Попили с кофе, с чаем. Было очень вкусно. Дальше меня Анвар забрал. Также забрал детей. И решил нас прогулять в парке. Едем мы в парк Интемак. Посмотрите, какой красивый у нас закат в Бишкеке. Вечерами вообще у нас еще красивее. Просто не удалось мне заснять. Да, именно такой момент. Но все равно небо очень красивое. Погода была просто супер. Поэтому мы решили выехать и прогуляться с детьми. Мы, короче, сейчас приехали в парк Интемак. Идем к замку, где продаются пончики Берлинс. В общем, нашумевшие пончики. Я очень хотела их попробовать. Так как завтра у меня снова правильное питание. Строгое начинается. Я решила сегодня сходить и навстречу с Нориушей. И покушать пончики. Вот такая красивая погода, атмосфера сегодня. Вот такие вот пончики. Илья все пробует. Это был последний пончик. Представляете? Следующая партия будет в 10. Через 3 часа. Но мы не будем ждать. Половозик, пока. Ты куда? На Искуль? Или в Турцию? Ты куда? У нас просто была истерика. Потому что он хотел кататься на велосипеде. Наши вот Марьям Фатима. Ой, Марьям с Умаром пошли кататься на велосипеде. А на него не было. Там были большие. У нас была истерика. Вот сейчас мы решили посадить на паровоз. Да. Какие дела. У нас истерика того, что он хочет себе велосипед. Надо ему трехколесный покупать. Сейчас Фатима катается. Фатима, мы здесь, ладно, будем ждать? А у Марьям с Марьям вообще большие круги на велосипедах делают. Пока, Баламка. Саечка мой. Еще вот так вот проходит вечер. Дети захотели киевси. Все-таки решили зайти до мной. Не разрешали такое укушать. Но ладно, в этот раз можно. Сейчас Анвар выбирает им бургеры. Ну все, мы уже едем домой. Дети заставили нас заехать за кончиками. Но были всего лишь только шоколадные. Мы вот взяли домой и дома поедят. Завтра сегодня уже сытые они. Я вообще хотела фисташковые, но нету. Не знаю, в общем, они как-то делают. Сами сказали, в 10 приходить. Ну мы сколько? В 10.30 пришли? В 10.40, да? И уже, говорят, разобрали. Значит, они очень мало делают их. Ну, в общем, вот. Мы тоже такие жертвы маркетинга. Все раздули про эти пончики. И мы решили попробовать. Ну мы сегодня ванильный пробовали, вкусный. Вот это, наверное, тоже вкусный шоколадный. Такие вот дела. Такой у нас сегодня вечер был. Сейчас уже пробок меньше на дорогах. Едем домой. Девочки, помните, я замораживала вот такие вот кубики. Это у меня здесь идет апельсин. Цедра, апельсина, мята и облепиха. Такие квадратики у меня получились классненькие, аппетитные. Для чая вообще супер. Супер получается, красиво так аппетитно. Вот такая красота. Сейчас это все в пакетик такой и в морозилку. Ну а тут уже закрутила свое варенье. Вышло вот таких вот пять баночек. 500 граммов. Такое светлое, красивое, вкусное получилось. Зимой будем смаковать. Мы сейчас с Марчиком идем в парикмахерскую перед школой. Да? Да. Через два дня в школу иншаллах. Где? Вот здесь? Анвар нас записал. Или вот здесь? Сейчас пойдем. Такой красавчик у Марчик стал. Стой, Балам. Иди сюда, покажи свою стрижку. Все, к школе готов, да? Сейчас пойдем с Умаром, возьмем продукты домой и поедем домой. Умара угощаю Куликовским. Что ты хочешь? Говорю, выбирай. У него глаза разбегаются. Не знаю, что взять. Что ты хочешь, Балам? Бери. Покушаешь сейчас. Все, девочки, мы наконец-то дома. Дома так хорошо прохладно. На улице очень жарко. Мы приехали с двумя пересадками. В общем, пока в данное время у меня нет машины. И это так заметно, девочки. Когда вот была машина и резко ее не стало. Ну, в общем, пока Анвар свою машину продал. Он ездит на моей, пока решит что-то там со своей. Ну вот, я езжу пока так. Я ему говорю, давай быстрее, потому что мне детей в школу возить туда-сюда. Нужна машина, без нее очень сложно. Сейчас мы приехали с двумя пересадками. На улице жара. Вообще, оказывается, так привыкаешь к машине. Вот. И я прям так радуюсь, что домой доехала. Вообще, в последнее время я стала такая, знаете, большая домоседка. Мне вот хочется, когда я уезжаю куда-то, мне хочется быстрее домой вернуться. Скорее домой. Вот так вот, да, быстро-быстро дела решить. И вернуться. Все равно мне прям нравится находиться дома. Уютно, чисто. Тем более, я сейчас пришла домой. И мои дочки убрались. Дошла такая прохлада, чистота. В общем, вот. Я набрала себе побольше зелени, потому что я сейчас на правильном питании. И мне нужно кушать больше зелени. Потому что Анвару, когда говорю, он приносит либо не то, либо просто один вид. Поехала сама. Как раз Мара постригла. И там рядом базарчик. Взяли все. И вернулись домой. Сейчас приступлю к готовке. Буду сегодня детям готовить фрикосе. У меня есть меню на два дня. Полное меню я показываю в Инстаграме. Кому интересно, можете переходить и худеть вместе со мной. Конечно, у меня еще результаты за эти четыре дня не такие большие. Плюс я еще подключила тренировку. Мы с моей сестренкой ходим на тренировки. И за четыре дня я скинула 950 граммов на правильном питании. Плюс я еще сейчас подключила тренировки. В общем, такие дела. Надеюсь, буду держаться. Ну, в общем, сколько продержусь, столько продержусь. Все равно будет какой-то результат. Также очищение лица сразу идет. Вот поэтому мне нравится прям правильное питание. Но не всегда получается его придерживаться. Потому что у нас, знаете, вот такая кухня у нас очень вкусная. Сладости, выпечка там, все жареное, такое мучное. И не всегда можешь себя удержать. Вот поэтому очень сложно держаться. Но в этот раз, аль-хамду-ля, мне все легко дается. Я стараюсь, хочу вот скинуть. Сейчас на данный момент я вешу 63 килограмма, 650 грамм, да. Хочу, конечно, достичь таких результатов, которые я себе поставила в цель. Но не знаю. Посмотрим, и все, воля Аллаха. Самое главное, объемы уходят очень хорошо. Не скажу, что я прям такая для себя большая. Для меня самое главное до 63 килограмм весить. Не больше, да. Потому что когда я уже 64, вот я на Иссыкуль сколько раз ездила, то-сё. И для меня набрать полтора килограмма, это сразу чувствуется в моем теле. У меня тяжесть сразу. Сразу как будто я расплываюсь, я не люблю, да, вот этого. Поэтому я сразу начинаю на правильное питание. Хотя бы вот придерживаться, да, 63 килограмм. Ну, конечно, если будет меньше, это будет идеально. Так что, девочки, кто со мной, переходите в Инстаграм. Там тоже каждый день сториз. Конечно, туда получается каждый день выкладывать, нежели на Ютуб. На Ютуб очень редко, да, сейчас выкладываю. Потому что совсем не успеваю, столько делаю и так далее. Приготовила детям фрикассе. Они очень его любят. У меня здесь гречка. Для меня с курочкой буду есть курочку. Там тоже покажу, как я приготовила. И также детям еще рис приготовила на гарнир. Вот такую курочку я приготовила. Я ее запекала вот в такой формочке игрушечной. Здесь, видите, соус. У меня тут грудка. Я запекала с грибами, с помидорками. Салатик у меня. И все. Всем ассалам алейкум. Меня зовут Карина. Я мама двоих детей-лингвистов. Домохозяйка и жена начинающего хирурга. К сожалению, в моей жизни недавно произошло горе. Я долго не могла восстановиться. Поэтому решила открыть свой Ютуб-канал. На своем канале я разговариваю на двух языках, так как я живу в Турции. Показываю свою обычную жизнь. Рассказываю о турецких традициях. Также рассказываю, как можно приучить детей, чтобы они не забывали свой язык. Я буду очень рада видеть вас на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok